Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Артём вернулся в школу после закончившихся каникул, а в родном кабинете его ждал перечень правил поведения. Разнообразие в списке разрешённого просто поражает. Во время прогулки Александр увидел под ногами что-то блестящее. Неопознанным объектом оказалась 100-рублёвая монета 1993 года. Дима прислал на оценку нам своё творчество. На этот рисунок он потратил около четырёх часов. Рисунок понравился всем, даже тем, кто не смотрит аниме. Мадияр решил подвести итоги затянувшегося карантина. За это время ему удалось собрать целый арсенал бумажно-картонного оружия. Вы ничего не знаете о везении, если вам ни разу не попадалось такое яйцо. А Александру об удаче, похоже, известно многое. Каждый художник со временем выбирает более подходящий для него набор инструментов. Кто-то рисует карандашами, а Георгию по душе больше пришлись масляные краски. Малика красила этот участок и заметила, что у неё совершенно случайно получился силуэт Титаника. Хотя мне показалось, что это больше похоже на какой-нибудь военный крейсер. Ира решила полакомиться конфетами, но после того, как прочитала название вкуса на одной из них, ей стало жалко Вику. За что же с ней так? Мария нарисовала изображение Фактории с отсылкой на одну игру. Многие сразу же поняли, про какую игру идёт речь. А вы уже догадались? Для того, чтобы попасть в один из следующих выпусков, присылайте свои фото по ссылкам в описании. В то время как остальные ученики целый урок пытаются понять смысл новой темы, Андрей пытается идеально сбалансировать предметы, которые находились на его парте. В городе Сочи есть электрический музей Николы Тесла. Его сотрудники создали такую стойку, чтобы каждый мог сфотографироваться с диодом. Какой ваш любимый герой из вселенной Марвел? Любителям железного человека точно должен понравиться этот рисунок. Эх, бедный Тони Старк, ты навсегда останешься в наших сердцах. Есть люди, которые не признают никакие другие наушники, кроме AirPods'ов. Для таких заядлых яблочников и была придумана эта колонка. Яну стало неловко, когда пришло осознание, что воздушный шар надо надувать через... Это... Очередной прикол от производителя? Наши подписчики начинают посвящать своё время не только каналу Фактория, но и нашему второму проекту – каналу Видеомикс. Я надеюсь, вы уже успели с ним ознакомиться. Мороженое из козьёго-молока Вывеска от человека, который пропускал слишком много уроков русского языка. Так что, если вы не хотите выглядеть так же глупо, то не идите по его стопам, а учитесь. После того, как игра Among Us обрела мировую популярность, все её фанаты начали видеть вокруг себя одних лишь предателей. В огороде Кирилла не только овощи, фрукты и ягоды. Там у него водятся ещё и такие колобки. Выглядит как-то жутко. Это чтобы вредителей отгонять? Саша изучал историю средних веков и выяснил, что Фактория – это хорошо укреплённые торговые дворы гонзейских купцов в Новгороде, Брюгге, Лондоне и других городах. У Максима случился небольшой казус с его айфоном. Теперь можно вспоминать о нём примерно через 50 лет. Макс, тебя ждут годы увлекательного ожидания. Многие люди долгие годы тратят на изучение английского языка, но все их старания не дают больших результатов. Видимо, именно для таких людей и написана эта книга. Лику немного смутило название этого торта. А зря, ведь это один из классических вариантов, а классику надо знать. Между прочим, этот шоколадный десерт очень вкусный. Когда нет возможности заглянуть внутрь упаковки, то ожидание может слегка расходиться с реальностью. Но в этом случае всё видно и без распаковки. Хватит жаловаться, что везде заставляют надевать маски. Это ведь для нашей же безопасности. Представьте, как тяжело было бы, если бы заставляли надевать противогазы. Хотя некоторые и к такому развитию событий уже готовы. Этот электрический стул был найден в новом супермаркете, который недавно посетил один из наших подписчиков. У меня два варианта его предназначения. Либо для ленивых сотрудников, либо для недобросовестных покупателей. Кирилл нашёл рекламу акции, в которой ни за что в жизни не принял бы участие настоящий перфекционист. Сара потратила весь день на то, чтобы нарисовать щит с изображениями четырёх факультетов школы чародейства и волшебства Хогвартс. Ну, как вам? Не забывайте ваше мнение писать в комментариях. Как же радует, что в нашем мире ещё остались неравнодушные к уличным животным люди. Кто-то соорудил специальное место для кормления бездомных кошек. Класс Сергея очень любит покушать. Именно поэтому коллективным решением было принято открыть фабрику по производству сухариков прямо в классе. Как вам такая акция? Не нравится? Тогда не забывайте про масочки и... Да, руки тоже почаще мойте. Сколько же повторять-то нужно? Когда на дворе уже ночь, и тут ты вспоминаешь, что завтра в школу надо принести поделку из природных материалов. Времени осталось слишком мало, так что в ход пошла импровизация. Близнецы есть не только среди людей, но и среди животного мира. Женя наткнулась на этих двух котов, которые практически не отличаются друг от друга. Лария тоже прислала нам фото с котом, но только уже со своим. Они учат программированию нового члена семьи с самого детства. Вырастет, будет приносить деньги в дом. Если вы будете отдыхать в городе Сочи, то обязательно посетите площадь имени Николая Островского, чтобы взглянуть на скульптуру птицы Сирин своими глазами. Фото прислал Михаил. «Берегите дверь, это ваш единственный выход!» Сказал, как отрезал! Фотография была сделана в общественном транспорте Тюмени. Еще одна поделка из пластилина. Угадали самый важный внутренний орган. Миша слепил для нас человеческое сердце. Что б мы делали без твоих гениальных подсказок в нашем непонятном мире? На что ты откроешь нам глаза в следующий раз? Соскучились по милахам-паучкам? Тогда взгляните на еще одного кроху. Хотя многих даже такое маленькое создание сильно напугало. Тот самый момент, когда хочешь пойти на тренировку, но у двери были другие планы на этот день. Скажи спорту как-нибудь в следующий раз. Эта вывеска висит на магазине рядом с домом Германа. Кто-то допустил опечатку при заказе баннера, но решил, что переплачивать и заказывать вариант с исправлением – это слишком. Странные названия поджидают не только в реальной жизни, но и на просторах интернета. Уверен, что далеко не каждый прочитает это правильно и с первого раза. Над созданием этого скалистого морского побережья постаралась сестра Александра. Из материалов использовались эпоксидная смола и акрил. Упорство проявляют не только животные или люди. Среди растений такое тоже часто встречается. Это самое упорное яблоко, которое вы когда-либо видели. Для тех, кто не любит останавливаться на достигнутом, пиво измеряется не литрами, а метрами. Да уж в таком количестве его точно не стоит употреблять. Зачем украшать новогоднюю елку, если рано или поздно на нее залезет ваш кот и станет самой достойной елочной игрушкой? Илья решил создать самого предательского предателя. По его мнению, так и выглядит их истинная натура, когда они не маскируются. Его глаза так и говорят. Я не нанимался в няньки. Кот, если не ты, то кто будет учить подрастающее поколение кататься на шторах и покорять новогоднюю елку? Эта фотография была сделана вечером по пути с работы. Отголоски Т-1000 в реальной жизни. Любители Терминатора меня поймут. Многие люди начинают свой день с приготовления омлета. И иногда все может случиться не по плану уже на стадии готовки завтрака. А впереди ведь еще целый день с кучей сюрпризов. Господа, покупайте мясо, чтобы я не переживала, что вы голодные. Когда продавцы в мясном магазине оказались крайне заботливыми людьми. Нечейное – значит можно. Это принцип жизни котов, которые сунут свой нос абсолютно везде, лишь бы проверить, что это такое и можно ли это съесть. Когда ты живешь в типичном спальном районе, в котором одни лишь серые и одинаковые дома, для тебя подобное оформление, как глоток свежего воздуха. Катя спросила, ничего ли не напоминает нам эта фотография. И тут же получила ответ, что это то самое чувство, когда очень долго терпел и... 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 и наконец это случилось. Хотите, чтобы продажи взлетели до небес? Тогда нужно применять живую рекламу. Здесь сразу видно, что кот согласен даже спать рядом с этим кормом. Настолько он вкусный. Второй способ – вызвать у покупателя чувство ностальгии. Мимо вывески «Союз сервис строй-ремонт» взрослый человек точно не пройдет. Кота Данила зовут Кеша. В этот момент он понял, что сейчас его начнут фотографировать. Поэтому тут же начал позировать. Он просто создан для того, чтобы быть моделью. Данил, я надеюсь, у твоего кота уже есть Инстаграм? Заходишь в магазин и видишь на прилавке леденец Кит-Кат. Невозможно не купить. И все равно, что это не оригинал. Попробовать-то надо? Егор придумал способ быстрого охлаждения чая. Ему предложили в следующий раз прикрепить ложку к вентилятору, чтобы размешивать сахар, тоже было проще. Когда несколько дней ждешь, чтобы починили светофор, и, наконец, это случается. Но что-то все равно пошло не по плану. На электронном баннере что-то пошло не так, и теперь вместо рекламы все видят рабочий стол компьютера, к которому он подключен. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото, чтобы попасть в следующий выпуск. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok